Девушки отдыхают Доченька, Настя, он уже целый месяц прошел, так нельзя. Надо брать себя в руки. Зачем? Ты знаешь, когда погиб твой отец, я думала так же, как и ты, что я никогда не смогу стать счастливой. Понимаешь? Ну вот видишь, я даже не могу свыкнуться с мыслью, что мои родители мне не родные. Вот ты говоришь, отец, а я вижу своего папу. А этот Стас, каким он был? Стас, он был очень сильным, умным, властным и большим. И он всегда мне говорил, что из любого болота выбирайся сама, только сама. Понимаешь? Я на него не похожа. Ты на него очень похожа. Ты тоже сильная и умная. Так что давай поднимайся, приводи себя в порядок и поехали к нам. Поживешь у нас сколько захочешь. Подожди, нет. Почему? Петру это не понравится. Почему Петру это не понравится? Он будет рад. Он меня недолюбливает. Ну прекрати, сейчас я ему позвоню, все скажу, все будет хорошо. Никаких проблем не будет, обещаю. Договорились? Спасибо. Мы договорились? Да, алло. Петр Владимирович Исаев? Да, это я. Петр Владимирович, в кредите вам отказано. Я могу еще чем-то вам помочь? То есть как отказано, почему? К сожалению, я не располагаю этой информацией. Алло, девушка. Хорошего вам. Алло, любимый, мне нужно с тобой поговорить. И я не могу говорить извини. Давай. О, Петр Владимирович, здравствуйте. Что-то случилось? Вот такие дела, Инна. Они нас кинули. Как? Точнее, пока мы строили это все. Заказчик раздарился. Так бывает. Так подождите. Но суд будет на нашей стороне. Да, несомненно. Но суды будут потом. А теперь заказчик платить отказывается. Стройка заморожена. Так что переведите оставшиеся деньги на счета субподрядчиком. Вы платите всем зарплаты. Хорошо. Мне все, видимо, придется искать новую работу. И мне? Увы. Ну, что вы на меня так смотрите? Да, я идиот. Я вбухал все деньги в этот проект. Я всех подставил. Вот как-то так. Да уж. Ничего себе. Располагайся. Мне кажется, эта комната должна тебе понравиться. Мне уже нравится. Мам! А папа говорил, что когда Влада пойдет в школу, эта комната будет моя. Ну, Катюш, давай мы потом это обсудим. По-моему, это не проблема. Спасибо тебе огромное. Я очень рада, что ты с нами. Ого! Какие у нас волосы! А кончики посеченные. Новый шампунь, улучшенная формула от текущихся концов. Личка! Хочу кофеечку с делами. Инна! А ты видела нашу новую косметику? Улучшенная формула от морщин. Посмотри. Ну ты, красотка. Да. А я не знаю, Веронечка. Сейчас для меня все будет так дорого. Ну ты чушь. Тебе что, Петя зарплату урезал? Ой, у нас там такое. Только никому. Что? Я могилу? Манкрот и мы разорился, Петя. Вот такая ситуация. Это ж как же. А вот так. Заказчик ничего не перечислил, а Петр все деньги туда вбухал. Да мы должны были на этом так хорошо сработать. Ну а что ж теперь делать? Что делать? Работу буду искать. А где ее найду? 36 с половиной. Так какой-то жирный заказ нас сможет спасти. Где его взять? Сейчас на рынке затишье. А Петя Машке уже рассказал? Я думаю, что нет. Ты же знаешь, как он с ней носится. Знаю. В курсе. Ильичка, сделай масочку из водорослей. Новенькую ношу. И массажик. За счет заведения. Спасибо, Веронечка. Да-да, я ангел. Я знаю. Ты ангел, ангел. Ага. И Русь, привет. Ай, подруга, помощь твоя нужна. Мне тут одна сорока на хвосте принесла информацию. Ну давай встретимся. Ты чего не спишь? Тебя жду. Ты есть будешь? Спасибо, не хочу. Петь, у нас Настя. Ты не против? Она пока поживет у нас. Ей очень тяжело. Я все понимаю, почему со мной не посоветовалась. Я хотела с тобой посоветоваться. Я тебе звонила. Да. Извини я. Встреча была важная. Потом засуетился. Что за встреча? Что-то не так? Все нормально. Ну почему такой грустный? Ну вообще, какой-то нервный в последнее время. Ну все нормально. Нормально. У нас с Петей как раз все начало складываться, а эта вцепилась к мертвой хватке. Ой, я тебя понимаю. Есть такие бабы. А мужики вообще? Они же по своей природе. Предатели. И что, и Мишу тоже? Ой, ты что, упаси Бог. Это я про своего... Неважно. Была у меня такая история. Так как ты говоришь, его зовут? Петенька. Петенька. Пётр. Пётр. Пётр Исаев. Ладно, я поговорю с Мишей. Он курирует мой проект. Развлекательный центр. Негласно, конечно. Надо же марчу ему светиться. А если эта строительная компания настолько хороша, то почему бы нам ее не нанять? Супруг. Легок на помине. Алло. Дорогой, я скоро буду. Я тут с Верунькой расслабилась немного. И мне кажется, я нашла строительную фирму, которая подойдет для нас. Целую. Пупсик. Это чудо. Я спать хочу. Нужно мыться голодной водой. Да, мам? А почему ей можно не вставать? Ну, во-первых, не ей, а Насте. А во-вторых, дайте человеку освоиться. Ей сейчас тяжело. Помогите. Давайте вместе поможем. А папа говорил, что люди сами должны за себя постоять. Так, мои дорогие, поели? Вперед. Маша, по-моему, ты много требуешь от Кати. Она совсем ребенок. Ну, она не совсем ребенок. Ей двенадцать лет. Во всяком случае, я в его возрасте уже понимала, когда человеку плохо. Ну, твое детство вряд ли может быть критерием. Да? В конце концов, у Леоноры есть свободное место. И много. Пусть Настя поживет там. А я эту комнату действительно обещал Кате. Ты серьезно, Петь? Я не понимаю, чем тебе Настя мешает? Это ее дом. Подожди, она тоже моя дочь. Маш, прости. Я не знаю, что ты нашло на меня. Прости, родная. Нет, я тебя не понимаю. Маша. Да не надо, Петь. Извините. Настюш, проходи. Ну, что ты стоишь? Проходи, не стесняйся. Давай, садись. Садись, не стесняйся. Я вам мешаю. Ни в коем случае. Ну, что ты? Присаживайся. А мне уже пора. Хорошего дня. Свет, ну, опять перепутала папки. Вот здесь дело об имуществе, а это по разводу Михеева. Там же написано. Простите, Мария Сергеевна, я такая тупая. Про себя так говорить не надо. Да мне Ира все показала. А я ей с Сашей мне все объясняла. А у меня ничего не получается. Получится. Будешь внимательнее, и все получится. У меня к тебе просьба, Свет. Я все сделаю. А, вот слушай, у моей Насти сейчас такой период, такой непростой. Я думаю, может быть, вы как-то пообщаетесь, подружитесь. Вы ровесницы, должны понимать друг друга. Конечно. Мне к вам прийти? Нет. Вы встретитесь где-нибудь на нейтральной территории, пока поболтаете. Прогуляйтесь, Сашку с собой возьмите. Хорошо, Мария Сергеевна. Договорились? Да. Спасибо. Да. Чего эта Света такая радостная? Я вам тут развлечение придумала с Настей. Во, отлично. Я как раз об этом хотел поговорить. Совершенно не знаю, что с ней делать. Ну, вот я предлагаю куда-то вытаскивать ее побольше. Не знаю, соберите компанию, Свету пригласите. Куда вы там ходите? В театр? В кинотеатр? В парк? Ну, как-то ее надо вытаскивать. Она плачет, все время лежит. Да, хорошо. Отличная идея. И что там у нас по… Шмелевым? Шмелевым, да. Мария Сергеевна, ну, с Шмелевым и все безнадежно. Безнадежных дел не бывает, Саш. А недостаточно настойчивые юристы бывают. Согласен. Вперед. Петя. Привет. Привет. А я хочу с тобой поговорить. Петь. Вер, мы обо всем с тобой уже говорили. Петь, я знаю, что твоя фирма банкрот. Черт, просила же Инну не болтать. Ничего, мы друзья. Друзья должны друг другу помогать. Вера, я этого учту. Спасибо. А сейчас мне пора. Правда. Петь, я нашла проект, который может спасти твою компанию. Ну, Вера, ну, не чуди. Ну, какой проект? Ну, я знакома с женой мэра Ольховска. А они, вернее, она собирается строить развлекательный центр. Им нужна серьезная компания. Ты что, серьезно? Ну, конечно, уже все. Договорилась. Уже все готово. Все тебя ждут. Ждут у мэра. Ну, я же молодец. Молодец. Вы можете не волноваться, Михаил Викторович. Это не первый подобный проект в нашей практике. А я и не волнуюсь. Я все знаю, Петр Владимирович. Я навел справки, проконсультировался с людьми. Сработаемся. Я очень рад, что мне предстоит работать с вами. Ну, не совсем, конечно, со мной. Ну, знаете, люди в городе — хороший город. Ходят слухи, что моя жена является совладелицей фирмы «Заказчик». Вранье. Я, как мэр, должен о нем заботиться. Он мне как родной. Я понимаю. Ну, теперь точно сработаемся. Спасибо. Мы вас не подведем. Вас проводят. Ира, был твой Исаев. Да, он и подходит. Ну, а то, что у него сейчас большие проблемы, это даже очень хорошо. Меньше будет дурацких вопросов задавать. Скоро поступят инвесторские деньги, все наладится, все будет хорошо. Жукова — это баба из интерната. Не волнуйся, не волнуйся. Скоро она все подпишет. Галина Семеновна, дорогая моя, ну что ж вы все сомневаетесь? Здание ведь действительно устаревшее. Угу. Мы ремонт делали. Господи, ну какой ремонт у этих конюшнях? Стишка будет лучше в других учреждениях. А вы наконец-то сможете избавиться от своей каторги. Вы ведь давно на пенсии. Угу. Я работающий пенсионер. Вот. А мы сумеем вас отблагодарить. И это позволит вам хорошо отдохнуть от вашего легкого труда. Вы мне взятку предлагаете, да? Боже, спасибо, Галина Семеновна. Я только напоминаю, что государственная программа направлена на ликвидацию постаревших учреждений, таких как интернаты для детей, решившихся печенья родителей. Приемные семьи. Вот будущее. Что-то не наблюдаю наплыва желающих на усыновление, особенно для старших. Я подумаю. А, некогда думать. А выше письмо надо, это только дружеское условие. Все решится без вас. Я все-таки подумаю. Думайте. Быстрее. Вера, это просто чудо. И проект, кстати, очень интересный. Там можно заложить такие необычные решения. Угу. Совершенно и рада. Знаешь, а ведь ты спасла мою фирму. А разве могло быть как-то по-другому? Мы с тобой друзья, а друзья должны друг другу помогать. За успех. За наш успех. Все, давай дегустировать сыр. Так. Ну. Угу. И? Ах, даже так? Да. И вкусно. Прекрасно. Угощаю. Отстань. Давай. Отстань. 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 Ты чего? Опять подрался. Вот, господи. Они говорят, моя мама алкашка. Ну, нужно говорить, алкоголичка. Но это болезнь, Арик. Угу. Как заболеет, так поет. Да господи, ты боже. Мам. Ау. А чего Кристина снова у меня заколку забирает? Ну, наверное, потому что мне очень нравится. Мне тоже нравится. А давай мы с ней потом поговорим, хорошо? Ладно. Ну, да. Давай давай. А чего она тебя мамой зовет? Ну, потому что она как-то хотела. А ты ей разрешила? Да. Я тебя тоже буду мамой звать. У тебя же своя мама есть. А давай ты меня будешь называть мама Галя? Угу. Ну, вот и отлично. Угу. Угу. Арбитр Юрьевич, а я не буду подписывать вашей бумаге. Угу. 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 Что, так прямо не сказала? Угу. Вот старая ведьма. Да потому что ко мне инвестор приезжает и все должно выглядеть прилично. Да. Представь себе, что это директор фирмы. А черт его знает, что его сюда несет. Все. Михаила Викторовича вызывали? Да. Юлечка, солнышко мое, можете на секундочку? У меня к тебе будет большая просьба. Угу. Нужно съездить в аэропорт и встретить инвестора. А почему я? Ну, потому что ты и должна ему понравиться. Угу. Соблазнить? Ну, это если понадобится. Вы сейчас серьезно? Я, между прочим, пресс-секретарь. Юля! Ты себе школьницу-то не строй? Или тебе напомнить, после какого скандала я единственное тебя взял на работу? Меня уволили незаслуженно. Это потому что ты спала с директором журнала. А его жена тебя застукала и обвинила в краже денег. Потому что надо было узнавать, что все деньги принадлежат его жене. Проверка тогда ничего не подтвердила. А пресса об этом забыла написать. Солнышко мое, если я тебя уволю, ты у меня мэрию пойдешь подметать. Ну, все. Ну, Юля, ну, пожалуйста, ну, прости меня. Ну, накипело все это. Ну, если ты не хочешь спать с ним, ну, может, и не надо. Ты, главное, узнай, чем он дышит, куда он ходит. Хорошо, Михаил Викторович. Забот его Станислав Евгеньевич Корнецкий. А вы с ним лично знакомы? Иди работай. Есть. Маша, какая красивая. Нравится? Да. Мне сказали, это последний писк. Она пищит? Нет, так говорят. Последний писк, значит, очень модно. Мама, а почему вот Настя только шляпу? Ну, почему только Настя? Всем шляпы, всем. Так, это у нас… Я тут. Ку-ку, это тебе. Банчик переверни. А это у нас Катюша. Мне идешь? Очень. Вот так, да? О, прекрасно. Замечательно. Очень. Мам, а мне идешь? Красавица. Маша, спасибо. А ты почему печальная? Это моя сумка. Почему печальная? Я улыбаюсь, ты же видишь. Петрову нравится, что я с вами, да? Ну, что за глупости? Ерунда. Посмотри, какая ты красавица. Папа! Ты, какая красота, а! В таких шляпах нужно ехать в Рио-де-Жанейро. А где? А мы поедем? Обязательно. Может быть, даже в этом году. Настюша тебе очень идет. Правда? Конечно. Пап, спасибо. А мне идет? Очень. А мне? У тебя прекрасное настроение, Петь. Ох, день сегодня просто замечательный. Друзья. Папа, мне идет? Идет? Тебе не идет. Да отлично, по-моему. Пап, ты супер. И жизнь, друзья, просто прекрасна. Отдайте шляпу. Кто поймает шляпу, тот. О чем думаешь, Маша? Ни о чем? Слушай, я тебя давно хотела спросить. Не знаешь, как там Вера? Кто вдруг вспомнил про нее? Откуда мне знать? Я по салону красоты не хожу. А чего ты не вспомнила? Не знаю. Просто вспомнила и все. Ну, вообще-то, Вера, человек хороший. Мы столько лет дружили. Ну, все меняется. Ну, да. Иди ко мне, я соскучился. Мне завтра рано вставать. Мама прилетает. А при чем здесь мама? Ну, ничего. Здравствуйте. Это я. Извините. Извините. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Светлова. Я пресс-секретарь мэра Ольховска. Я рада приветствовать вас, Станислав Евгеньевич, в нашем городе. Барышня, давайте без этого официоза. Хорошо? Хорошо. Как вы говорите, вас зовут? Юля. Юля, а почему меня встречает представитель мэрии? Разве мэр заказчик строительства? Нет. Просто Михаил Викторович печется о благе города. Похвально. Я буду знакомить вас с городом, сопровождать, оказывать всяческое содействие. Угу. Вы, наверное, хотите отдохнуть после перелета? В гостиницу? Нет. Вы знаете, я хочу познакомиться с мэром, который так радушно меня встречает. Ага. Конечно. Поехали. Привет. Как я по тебе соскучилась. Мама, с приездом. Ну как ты съездила? Что-нибудь купила интересное? Ой, Маш, если б ты знала, как мне сейчас стали безразличные дела салона. Хочется больше времени уделять девочкам. Насте сейчас нужна поддержка. Да. Что случилось? Ничего. А ты на машине или на такси поедем? Я вызвала такси. Ну расскажи, как там девочки? Настя все так же грустит. Ну, Настя очень тяжело переживает. Не могу заставить ее выйти погулять. Из дома. Да что с тобой? Ты в лице поменялась. Мне показалось, что только что я видела Стаса. А меня научишь свистеть? Да легко. И меня? И тебя научу. А можно нам на вот ту площадку? А сейчас мы у Насти спросим. А и по барабану. Насть, а можно девчонкам вон на ту площадку? Да. Да, конечно. Идите. Ура! Бежим! Идем! Сидим. Ты как? Нормально. Не замерзла? Нет. Все хорошо. А голова не болит? Все хорошо. Спасибо. Мне вот никогда ничего не болит. Меня однажды отчим вот прям сюда ударил. И ничего. Даже не плакала. Ужас какой. Кошмар. Слушай, все-таки ты бледная какая-то. Я пойду, воды тебе принесу. Счастливая ты, Настя. Я? Угу. Если бы у меня была такая мама, как у тебя, я бы очень радовалась. Нет. Маша, это… Мои настоящие родители. Приемные. Они умерли недавно. Сначала отец погиб, потом… Потом мать умирала. А мои живы. А толку-то? Мне в интернате было лучше, чем у них. Правда? Да. Они избивали постоянно. Часто выпивали. Держи. Спасибо тебе большое. Присаживайся. Присаживайся. Угу. Девчонки! Светочка! Буду бы у нас была такая старшая сестра. Да, Влад? Да. Мне очень приятно, что прежде всего вы решили заехать ко мне. Мишка, привет. Стас. Михаил Дмитриевич, вам плохо? Спокойно, спокойно. Мишка, Мишка. Люлюсь, принеси воды. Так к черту воду! Давай, ты в коньяк. Правильно, Мишка? Может, может, Мишка. Это я, я. Я живой. Я не могу. Приди в себя. Это я, 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 Мишка. Я, 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 Мишка. Я, я живой. Живой. Давай, за твоё возвращение. За встречу. Я прям, я думал, у меня глюки начались. Ну, давай, рассказывай. Как ты спасся? Почему ты скрывал, что жив? Да что рассказывать. Машину, в которой я ехал, взорвали. Толик, мой водитель, погиб. Помнишь его? Да, помню. А мама устроила так, чтобы Толика похоронили вместо меня, а то, что от меня осталось, вывезла за границу. Под чужим именем. Мама твоя? А как она? Недавно умерла. Царство небесное. Хороший она была человек. Спасибо. А что ж ты, что ты дурын, да хоть бы знать дал о себе? Что ж ты объявился бы? Почему ты жил под другой фамилией? Мишка, ну ты же всё сам прекрасно знаешь. Сначала убили отца, а потом покушались на меня не один раз. Я решил больше не рисковать. Начать всё с чистого листа. Ну, дела. Ну, теперь у тебя всё сложилось. Такой компанией руководишь. Такие финансовые потоки. Вот как раз ваш контракт подвернулся. Я и прилетел. Но ты знал, что этот проект курирую я. Недавно узнал. Ты извини, брат, что я так неожиданно, просто по телефону как-то неудобно было всё рассказывать. Ты что, брат, перестань, да перестань. Я тебя прошу, ты что, давай, давай. А мы ещё выпьем. Давай за отца твоего. Помянем. Ну, столько добра для меня сделал. Я всё помню, Штас. Я ведь, можно сказать, с самого детства у вас в доме. Как родной был. Мишка, я… С дороги отдохнул бы. Всё, прости. Извини сейчас. Юля! Не Мишка. Юля! Юлечка, отвези Станислава Евгеньевича в аэропорт. Прости, брат, прости. Юлечка, извини. В гостиницу. В лучшую гостиницу. Да, Михаил Викторович, всё сделаю. Всё, молодец. Как тебе Мишка, а? Мишка, ну, красавец. Красавец, да. Так, завтра твоё возвращение празднуем у меня в доме. Хорошо. Я вижу. Подожди, Станислав. Тут такое дело. Твоя жена, твоя бывшая жена, мы с ним поженились. Давно. После того, как ты умер. Ну, а даже как интересно, так значит, наш Михаил Викторович реально ваш друг детства? Да, реально. А его жена Ирина моя бывшая супруга. Да вы что? Вот эта история. Я когда была редактором журнала, за такой материал бы душу продала. Юленька, я надеюсь, вы понимаете, что эта история не для печати. Ну, обижаете. Так, я завтра за вами заеду. Не надо, я не хочу вас утомлять. Я возьму такси. Нет, 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 нет. Ни в коем случае. Я как пресс-секретарь мэра буду с вами. И в горе, и в радость. Именно. До завтра. Всего хорошего. И вам. Ви, Ирина Лавинов! Поймаю, поймаю, поймаю. Ой. Ой. Как у Пети дела? Почему в выходной не с вами? Не знаю, как у него дела. Но в последнее время очень мало общаемся. А почему? Что-то произошло? Я его опять с Верой видела. Ты что ревнуешь? Выброси с головы, он тебя безумно любит. Они меня загонят. Двигаться полезно. До определенного возраста. До определенного возраста. И все. Маша, а где Настюша? Чего не приехала? А они с Сашей за город поехали. Точнее, Саша ее выкрал практически. Все понятно. Но где вы там спрятались? Где вы там? Все-таки, как тут красиво, а? Очень красиво. Вот здесь палатку поставим, давай. Костер разожжем. О, ни тебе города. О, да. Ни людей. Нет, ну правда, безумно красиво. А ты только из-за Пети такая грустная. про Стасу, думаю. Про Стасу, думаю. Может, я с ума сошла, мам? А я ведь просто увидела похожего человека и вспомнила. Бог с ним, Машенька. Забудь. Прошлого не вернуть. А жить нужно сейчас. Да я знаю. Отнеси ему цветы на могилу. Или в церковь сходи. Пётр, мне было очень приятно с вами познакомиться. Извините, но я вас покину. Ты прекрасно выглядишь. Не льсти. Жизнь не идёт, мы не молодеем. Знаешь, а я так рада, что ты остался в живых. Спасибо. Я вчера была потрясена. Мне очень жаль, что Юлия Борисовна не стало. А это мой сын Антон. Хороший мальчик, но такой шалопай. Вбил себе в голову, что он музыкант. Какая музыка? Это несерьёзно. Музыка — это прекрасно. А ты, значит, инсценировал свою смерть? Уехал за границу? И живёшь. Ты счастлив с ней? С кем? Ну, с твоей этой… Молодой любовницей. Надеюсь, она теперь твоя жена? Она ничего не знала, как и все. Я надеюсь, что она счастлива. Надо же. Стас, пойдём. Идём, идём. Ну, как тебе? Вообще, эта банька у меня там, флигелёк для прислуги. Ну, вот так я скромно живу. Мишка, у тебя замечательный дом. Да ладно. Думаю, по сравнению с твоим дворцом мой дом халупа. Такими деньгами лоротишь. Мишка, у меня съёмное жильё. Одному много не надо. Ну, ладно. До сих пор не жду. Ну, как-то не до того было. А сейчас уже поздно. Я тебя чего позвал? Смотри. Видишь, вон мужичок. Это наш Илья Васильевич. Это он развлекательный центр собирается строить. Мишка, только я тебя умоляю, не надо меня с ним знакомить, хорошо? Я же уже не мальчик. Фиктивный владелец, правильно? Стас. Ну, у Иринина ферма. Я вообще-то мэр. Лицо государственное. Да я понимаю. Мне всё равно, правда. Мне главное, чтобы документы были в порядке, чтобы комар носа не подточил. Ты меня что, обидеть хочешь, что ли? Ты же меня знаешь, хочешь друзья. Да. За стройку снесут старой. Всё будет нормально. Пойдём. Там у меня пантеры. Пойдём покажем. Пойдём. Слушай, давно ты его знаешь? Я знаю его жену. Странно. Я всегда думал, что это ещё тот жук. Ничего. Весёлый-то. Жучара с не смешными шутками. Ты потише, потише. Ну, правда. Расскажь себе, с него никуда дышит. И дышится легко. И любится свободно, да, Пить? Ты со мной домой? Ну, чё ты? Провожу. Немного. Да ты пьяный уже. Любишь меня? Любишь меня? Очень. Очень люблю. Почему так грустно? Боюсь. Боюсь, боюсь, что потеряю, как маму с папой. Я всегда буду рядом. Всегда. А как думаешь, для свадьбы новый костюм надо покупать? Или мой старый для презентации подойдёт? Саш. Саш. Подожди. Я не поняла. Ты мне сейчас делаешь предложение? Так. Держи. Ты будешь моей женой? Ты серьёзно? Ну, да. Ну, так? Конечно. Привет. Привет. Ты чего на кухне работаешь? Девчонки спят? Девчонки у мамы. Она соскучилась, оставила их у себя. Хорошо. Но вдвоём? Где ты был? Я тебе звонила. Все понятно. На приёме. Пришлось пойти. Заказчик настаивал. А это в Преграде. Вот только приехал. Но, клянусь, не пил. Ну, так иди спать. Я ещё долго буду сидеть, мне нужно закончить работу. Маша, а что между нами происходит? Не знаю. Может, ты мне расскажешь, что между нами происходит? А что я могу сказать? У меня новый проект. Я им очень занят. Ну, прекрасно. Значит, всё хорошо. Я не могу сейчас говорить. Я тебе перезвоню. Ты приставил к нему Юлю? Да. Я подумала, мне кажется, что она не в его вкусе. Там всё нормально. Что он тебе говорил? То же самое, что и тебе. Я вообще не понимаю, каким образом, как это возможно, чтобы он здесь оказался? Да хрен его знает! Из могилы восстал! Конечно! Какого чёрта ты связался с этой конторой? Думать надо было! Да! А кто знал! Чёрт! Так что ещё надо было! Хрен его знает! Он огонь, смёс! Я не знаю! «Я не знаю как...» «Я не знаю как...» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Маша, это я. Я живой. Маша, 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 Маша! Редактор субтитров А.Семкин